В квартире 90-летнего инвалида Великой Отечественной войны Георгия Ревякина и шумно и грязно. И соседи совсем не рады, когда так активно работает дрель или болгарка. Но мастера спешат, ко дню победы им надо завершить ремонт, положить плитку, заменить сантехнику, поменять двери, наклеить обои. Сейчас подобные работы по инициативе главы города Анатолия Пахомова ведутся в 36 квартирах ветеранов. А пока кухню, коридоры прихожей у Ревякина активно обновляют, его самого, чтобы он не испытывал неудобства при ремонтных работах, разместили в Хостинской больнице. Там его полностью обследовали и назначили лечение. Провели полный объем медицинского обследования ветерана войны. И те формы, заболевания, которые у него выявились новые, мы решили подлечить их, для того, чтобы у больного не было никаких проблем. Когда началась война, Георгию Ревякину было 12 лет и жил он на Ставрополье. Работал помощником водителя на грузовой машине. Чудом остался жив, когда с другими мальчишками решил по-своему отомстить немцам. В 1942 году 25 декабря отступали немцы, и в наш поселок приехали 25 машин. И мы им, пацаны, нас научил один старичок там, сделал отверки, прокололи шины 25 машинам. И нас на третий день со школы вытащили. Тогда мальчику удалось сбежать. Отец перевез его в другой город. Георгий Сергеевич и сейчас все помнит, а вот видит и слышит совсем плохо. Рассказал про жену, которая была на 5 лет его старше. В 17 лет она ушла на фронт санинструктором. Санковой частью дошла до Польши. В палате ветерану есть с кем поделиться воспоминаниями, но главное, говорит Ревякин, удалось поправить здоровье. Как в санатории чуть-чуть, еще лучше. Там приходят в санатории, уколы не делают, капельцы не ставят, а здесь все нормально. Благодарю. В этом году в сочинских больницах ко Дню Победы прошли диагностику почти 3000 ветеранов. Для 900 человек организован санаторий на дому. Это те люди, которые по состоянию здоровья не могут получить полноценное санаторное лечение, а получают это лечение, находясь дома у себя, в виде определенных физиотерапевтических процедур, массажа и так далее. Еще 256 ветеранов отправились в сочинские санатории. В здравнице выделили бесплатные путевки с полным комплексом услуг. Более 150 человек уже оздоровились. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ.